Старухи-людоедки есть в преданиях разных народов мира. У славян это Баба-Яга, которая заманивает путников в свою избушку на курьих ножках, обманом заставляет залезть в печь, а затем зажаривает и съедает. Сейчас такие персонажи нередко встречаются в городских легендах, но иногда миф становятся реальностью и селятся с тобой по соседству. Например, в Петербургском Купщино на улице Димитрова. Там много лет проживала Тамара Самсонова, получившая прозвище Чикатило в юбке. Она призналась в двух убийствах, но таинственных исчезновений еще больше. Сегодня я расскажу тебе, какое гипнотическое действие маньячка оказывала на мужчин, почему у меня есть подозрение, что женщина была каннибалкой, что она писала в своем дневнике на трех языках. И причем здесь загадочная колдовская книга. Привет, меня зовут Ти, и я обожаю собирать жуткие истории, городские легенды и мистические теории. Я приглашаю тебя прогуляться в мрачные закоулки, туда, где ткань реальности особо тонка, и через нее можно заглянуть прямо в бездну. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал прямо сейчас и поставь колокольчик, так тебе точно придет напоминание. Смело следуй за мной, но помни одно правило – не оборачивайся. 26 июля 2015 года на берегу пруда на улице Димитрова в Купчино нашли останки женщины. Без головы, конечностей и внутренних органов. Чуть погодаль – еще один пакет с ногами. Оперативники убойного отдела в течение нескольких часов пытались установить личность жертвы. Выяснилось, что убитая – это 79-летняя Валентина Уланова, проживавшая в доме поблизости. В совершении убийства была заподозрена 68-летняя Тамара Самсонова, которая имела квартиру в соседнем доме, но проживала вместе с Улановой. Свежезамытые следы крови, отсутствующие в ванной комнате занавеска и ножи со следами вещества бурого цвета прояснили картину. Обнаружить убийцу помогла бдительная соседка, которая общалась с жертвой каждый день. Еще до того, как тело Валентина было обнаружено, Наталья почувствовала тревогу и отправилась проведать подругу. Дверь квартиры открыла ее новая соседка Тамара и сказала, что Валя напилась несколько дней назад и ушла куда-то. Наталья сразу почувствовала неладное, а потом, когда вспоминала момент той встречи, поняла, что сама была на волосок от гибели. Тамара пригласила ее в квартиру и неожиданно стала одаривать комплиментами, но женщину смутил странный взгляд от убийцы, и она поторопилась уйти. И еще одна зловещая деталь. У Валентины в доме было два холодильника, один из которых никогда не был включен, потому что был слишком шумным. А в тот вечер он работал. Как оказалось позже, то, что осталось от Валентины, лежало именно в нем. И когда спустя сутки тело нашли на улице, именно Наталья позвонила в полицию, чтобы сообщить о своих подозрениях. От дома Улановой до пруда метров 150. Дорога идет вдоль трех домов, но свидетелей там нет. Но и тут Самсонова просчиталась. Прямо над дверью парадной установлена камера видеонаблюдения. Именно эти кадры, не считая останков в холодильнике, главные доказательства вины старушки. Кто же такая Тамара Самсонова? Многое из ее биографии мы можем знать только из ее слов. Родилась в 1947 году в городе Ужур Красноярского края. Отец, сотрудник милиции, как говорила сама Самсонова, ходил с оружием. Мать работала где-то в торговле. После окончания школы приехала в Москву и поступила в институт иностранных языков имени Мариса Тореза на филолога. Никакого диплома в квартире Самсоновой обнаружено не было, но все ее знакомые подчеркивают, что она могла свободно общаться на английском и немецком языках. Отучившись в институте, работала преподавателем иностранного языка в детском саду. В Ленинград переехала в 1971 году к мужчине, с которым затем быстро рассталась. Работать по специальности не стала, устроилась няней в больнице. В 1971 году вышла замуж за Леонида Самсонова и переехала к нему в квартиру на улице Димитрова. После замужества перешла на работу дежурной по этажу, европейскую. Детей не имела. Первые достоверные сведения о жизни Тамары Самсоновой относятся к 90-м годам. Следователи смогли найти врача-психиатра, к которому она обращалась за консультацией. Самсонова пришла в кабинет социально-психологической помощи в 1996 или 1997 году добровольно вместе с мужем, который тогда был еще жив. Как отметил врач, на фоне яркой, бойкой и эрудированной Тамары муж выглядел убогим, забитым и даже дебиловатым. Самсонова же при всем шарме показалась специалисту своенравной, всторной и капризной. Что не помешало врачу продолжить профессиональные отношения как личные. Общение в основном шло по телефону. Квартиру Самсоновой доктор посетил один раз, зашел за книгой Солженицына. Было это в конце 90-х, мужа уже на тот момент не было. Посещение оказалось единственным, после чего общение прервалось. Доктор жив и продолжает работать, несмотря на преклонный возраст. Как отмечает психиатр, Самсонова с ним была даже излишне откровенна. Например, рассказывала, что часто совершает кражи в магазинах, но никогда не попадается. Рассказывала о квартирантах, которых часто меняет. Специалист охарактеризовал ее как умную и скрытную женщину с изощренным интеллектом. Другая ее соседка Марина Николаевна рассказывала, что более 20 лет назад въехала со своим мужем в дом на Димитрова. В то время квартира Самсонова и ее хозяйка выглядели куда привлекательнее. По словам Марины Николаевны, уже тогда она была со странностями, а супруге сообщила, что он ушел и не вернулся. При этом в глазах в этот момент у нее читалась даже какая-то радость. А еще Тамара любила сидеть обнаженной спиной к окну, и мужу соседки ее силуэт казался весьма соблазнительным. Самсонова вообще старалась следить за своим внешним видом. Леонид Самсонов, 1947 года рождения, работал на авторемонтном заводе. На фоне супруги смотрелся довольно бледно. Как утверждала Самсонова на допросе, отношения у них были хорошие. Я была ему как мать, он мне как сын. Он пропал в конце 90-х годов, и точная дата исчезновения неизвестна. Его тело не обнаружено до сих пор. Самсонова в разговорах со знакомыми предлагала различные версии. Он от меня ушел, умир от циррозы печени. Самое распространенное, вышел в сберкассу и не вернулся. Об исчезновении супруга Самсонова заявила в Следственный комитет только в 2015 году, когда ее в следственный отдел отвела руководитель отдела соцобеспечения. При обыске в квартире Самсоновой были обнаружены документы пропавшего супруга, включая паспорт и сберегательную книжку. Вопрос о том, не убивала ли она мужа, Самсоновой задавали. Признаваясь на первом этапе следствия в четырех смертях, убийство мужа Самсонова всегда решительно отрицала. Одну из двух комнат потрошительница сдавала и частенько жаловалась на постояльцев, не любила, когда они пользовались ванной или кухней. Долго ужиться с такой хозяйкой никто не мог. Люди появлялись и исчезали. Владимир поселился у Самсоновой летом 2001 года, снимал одну из комнат. Несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте, отношения с квартирной хозяйкой поначалу оказались достаточно личными. Месяц-другой спустя, как рассказывал Владимир на следствии, он интимную связь с Самсоновой прекратил. В декабре 2001 года он оказался в больнице с симптомами отравления. Установить какой именно препарат мог стать причиной расстройства его здоровья врачам так и не удалось. После процедур следов отравы в организме не осталось. Выписавшись из больницы, Владимир немедленно съехал с квартиры от Самсоновой. И вероятно именно поэтому он жив и здоров до сих пор. Следующим квартирантам бабушки Еги повезло гораздо меньше. Фрагмент мужского трупа с татуировкой на плече был обнаружен школьниками у дворе детского сада на Купчинской улице осенью 2003 года. Тогда это дело осталось нераскрытым и даже личность покойного установлена не была. Других фрагментов тела, включая конечности и голову, обнаружить также не удалось. То, что нашли после судебно-медицинской экспертизы, захоронили в номерной могиле. После обнаружения трупа Валентины Улановой полицейские вспомнили об этом случае. От дома Самсоновой до детского сада примерно 650 метров. Самсонова тоже припомнила своего квартиранта Сергея Потянина. Рассказала, как подсыпала ему в холодный борщ родедорм, как разделывала труп и разносила по окрестностям. Вспомнила и татуировку на плече. Череп, змея и что-то еще. Другой мужчина из жизни Тамары, Александр Барышев, познакомился с ней в 2003 году совершенно случайно, во время прогулки по Садовой улице. Он был со своей гражданской женой Ларисой, Самсонова с молодым человеком по имени Геннадий. Пары стали общаться. Через некоторое время Самсонова сообщила, что Геннадий умер. Ему было на вид около 40 лет. Общение первоначально происходило в основном между Самсоновой и Ларисой, но постепенно к трубке телефона стал все чаще подходить Барышев. Через год после знакомства Барышев объявил жене, что после семи лет совместной жизни решил уйти к Самсоновой и уехал к Тамаре в Купчино. Он несколько раз звонил Ларисе через два-три дня после переезда. Последний звонок был через неделю и разговор вдруг резко прервался. Больше Александра Барышева никто не видел, ни живым, ни мертвым. Сразу после задержания Самсонова давала показания о том, что убила Барышева. Впоследствии от своих слов она отказалась. Я пошутила. Кто такой Геннадий, жив ли он, а если умер, то по какой причине, неизвестно. Согласно официальной версии, которой придерживается и Самсонова, она отравила Уланову феназепамом. Когда-то умерла, расчленила труп. Якобы 50 размолотых в кофемолке таблеток были добавлены в магазинный салат Оливье. К трапезе была подана водка, но в алкоголь феназепам не добавлялся. Согласно же результатам судебно-медицинской экспертизы, в обнаруженных фрагментах останков производные феназепама не были выявлены, и алкоголь, потерпевшая перед смертью, не принимала. Другая странность – сам факт смертельного отравления феназепамом. Согласно заключению специалистов, для наступления смерти необходимо ввести в организм 50 таблеток. Об этом в своих показаниях говорит и Самсонова. Какой вкус должен быть у Оливье, в которой добавлено такое количество препарата, не обсуждается. Главная проблема экспертного заключения в том, что причина смерти не установлена. И если жертв не травили, то может быть Самсонова использовала какой-то более жестокий способ убийства, в том числе ритуальный? Также не стоит исключать вероятность того, что старушка действительно поедала части тел убитых, ведь внутренние органы, а также голова Валентины Улановой так и не были найдены. В захламленной квартире Самсоновой исследователи нашли эзотерическую книгу с вырванными страницами, которые были найдены в одном из мешков с останками Сергея Потявина, того самого с татуировкой на плече. Кроме того, Тамара вела дневник в случайной книге для кулинарных записей на протяжении нескольких лет. Заметки сделаны кривым сбивчивым почерком. Большая часть из них, те, что касаются ежедневных событий из жизни пенсионерки, написаны по-немецки. «Сегодня я совсем мало спала. Настроение плохое. Все очень плохо. Снова пила кофе. Таково среднее содержание заметок Самсоновой». Кроме бытовых вещей, женщина тщательно фиксировала имена, телефоны, адреса и полезные контакты. Она записывала до копейки все свои расходы. Собирала скороговорки, рецепты красоты и даже заговоры. Среди записок есть несколько похожих на молитвы или заклинания эссе. «Выхожу из дверей, становлюсь посреди двора. Со мной Никола в угодник стоит. Затворись дом затворным замком. Кто едет, проедет. Кто идет, пройдет. Грабитель во двор зайдет, не дойдет. Ноги одеревенеют, в глазах потемнеет. Аминь. Веря в лучшее, увеличиваешь его вероятность. Книги на самом деле не учат ничему новому. Книги просто помогают тебе увидеть то, что уже есть внутри тебя. Это и есть просветление». Писала в своих заметках старушка-потрошительница. «Я люблю Валю». Запись в дневнике про Валентину Уланову. Потому что после переезда к соседке, под предлогом якобы шедшего у нее ремонта, она перестала слышать голоса. Тем не менее, Валентина устала от нее и сказала ей возвращаться домой. Тамара не могла с этим смириться. По ее словам, ей было страшно и она запаниковала. И тогда она решилась на убийство. На этом записи в ее дневнике обрываются. За последние десятилетия в Купчино было построено немало домов. Тамара могла спрятать там останки, поскольку живет в районе с 1971 года. Точное число жертв Тамары Самсоновой не установлено. В 2016 году у нее диагностировали параноидальную шизофрению и поместили ее в больницу в Казани. С тех пор она больше не слышит голоса. Не каждое расстройство приводит к безумию и не каждое безумие приводит к убийству. Но самые страшные вещи могут происходить прямо у тебя за стеной. Помни об этом и не оборачивайся. Хочешь больше мистических историй? Тогда подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, а в комментариях пиши. Как ты думаешь, сколько на самом деле человек погубила старушка-людоедка? Это был Ти. Пока.